Вчера исполнил свою мечту Push into the Limits. Могу вам рассказать. Я, короче, купил эту игру за 3000 рублей. Сижу в неё, играю и думаю, ну когда уже Бубис, да? Когда уже сиськи покажут? Вот, я прошёл эту игру, чтобы вы понимали, вчера два раза. Я не знаю, кто-то нарезал или нет. Два раза прошёл эту игру Push into the Limits. Там типа свидание с девочкой. Оказывается, это всё можно было стримить. Вот, но я, ну, был в ожидании Бубис. Где Бубис, где сиськи? Типа, чё за хуйня? 3000 рублей, я просто понимал то, что... Ну даже Half-Life Alyx, да? Проработанная VR-игра, она стоит дешевле, чем вот эта. Я отчётливо понимал то, что, ну, Бубис должны быть за такую цену. Бубис 100% должны быть. Значит, я играю, играю. Мне звонят Саскина резки в ВКонтакте, блядь. Я думаю... Ну, я обосрался сразу, потому что, ну, я в VR, я чат не видел. Вот, я обосрался, я подумал то, что Саскина резки сейчас, он же украинец. Я думаю, всё, ебать. Ему, короче, сейчас ракета оторвала ноги нахуй. И он мне будет диктовать по телефону свой пароль от канава, чтобы мне его завещать. Я реально, ну, так, припугался, блядь. Вот, я поднимаю, говорю, алё, алё, алё. А он не отвечает. Я трубку поднял, всё, гудки, блядь. Алё, 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 блядь, алё. И ничего нету. Вот, я, короче, охуел, ну, можете запись посмотреть там. Вот, а там это более смешно было, конечно. Вот, но я волновался, думал, ну, всё, Саскин, короче, ему пизда. Потом, смотри, он в чате пишет, говорит, почитай чат, прочитай чат. Я, блядь, ну, дурак, думаю, Саскин, чё, с ума сошёл, блядь. Я читаю чат, раз я твоё сообщение вижу, то я читаю чат. Он говорит, выше прочитай. А уже там все начали за мной повторять алё, алё, и чат улетел. И уже, оказывается, короче, пришёл Shadow Prestop в чат ко мне. Он пришёл ко мне в чат и говорит, если чё, это неполноценная игра, это 10% от игры. Я думаю, нахуй я её купил тогда за 3000 рублей, блядь. Я её два раза прошёл, там есть разветвление сюжета, думаю, ну, хоть какой-нибудь, блядь, в разветвлении сюжета Бубис должны быть. Она в какой-то момент же раздеться должна. В какой-то момент эта бабища у меня такая, ой, хочу пить чай. Этот, пьёт чай, обливается такая, ой, блядь, рубашечку белую облила. Мне надо переодеться, отвернись. Я такой думаю, ну, наконец-то, сейчас трахич будет. А там ещё нарезчики, если будете ещё нарезать, там вы прикрепляете чат, потому что некоторые писали ха-ха-ха, а некоторые писали, да, блядь, когда уже трахич, блядь. Там вот эти, я потом пересмотрел почти всю трансляцию, просто, чтобы чат почитать. Уже пишут, когда трах, когда трах, блядь. Ну, значит, я чё, думаю, ну всё, она облилась, отворачиваюсь, короче. И она такая делает, ой, ой, ой. И потом следующая склейка, кадр, и она говорит, ой, помоги мне расстегнуть лифчик, я не могу дотянуться. Я думаю, ну всё, бам-бам-бам, блядь. Я, короче, к ней подхожу, склейка. И она такая говорит, ай, у меня сердце болит, в том же самом костюме такая, ай, болит сердце. А потом говорит, ой, обними меня, я её обнимаю. И потом она говорит, ой, ты такой хороший, давай напоследок поцелуюся. И вот так вот стоит, я думаю, чё за кринж, нахуй, я что, в VR должен женщину поцеловать? Чё за хуйня? Вот, ну я, короче, такой целую. И игра заканчивается, нахуй. И 3000 рублей, блядь, мои закончены. Я, короче, говорю, ну там это, алё, ну, Shadow Preston, напиши мне в личные сообщения ВКонтакте, чё за хуйня. 10% игры за 3000 рублей. Ну вот, и он мне пишет, что там надо с официального сайта их скачать расширение. Потому что, ну, в Стиме нельзя игру про порнуху, насколько я понял, сделать. И поэтому надо, как бы, купить игру, а потом обновление скачать этой игры. Я такой, ну ладно, я скачиваю там это обновление, открываю его. Блядь, там всё на японском написано. Ну, есть кнопки типа, далее, cancel, отмена, close, да? А там всё в иероглифах. Я думаю, ёбаный насрал, я просто хочу дрочить. Чё за хуйня, блядь? Дайте, я, сука, 3000 рублей отдал, блядь. Какой нахуй, мне чё учить японский этот язык, блядь? Значит, оказывается, надо было посмотреть, для того, чтобы установить расширение на японском, надо посмотреть обучение на английском. Я открыл обучение на английском. Наконец-то я его установил. Я говорю, ну всё, ребята, я сейчас там пойду устанавливать. Всё, чатик, давайте, пока. Вот, и мне, у меня прям начали хейтить в чате. Они говорят, продолжай стримить. Блядь, сейчас давай, сиськи нам показывай. Я думаю, вы чё, ёбнулись? Блядь, я не смогу стримить, меня просто залбанят нахуй. Вы чё, ёбнулись, блядь? Какая, вы чё, блядь? Вот, мне начали писать, минус реп, минус уважение, пятёрка, я потерял к тебе полностью уважение. Ну, короче, там уже у всех шишки дымились, видимо, а я им испортил настроение. Я, конечно, приношу эти извинения от своего лица, от лица всей компании Seed и Swin Incorporated, но я не мог вам этого показать. Слава богу, я отключил. Короче, мне понадобилось 20 минут для того, чтобы установить данное приложение. Вот, я захожу, я вижу, добавились новые кнопочки, короче, бом-бом-бом, новые кнопочки появились. Я такой, нихуя себе, блядь, вот это уже прикол. И там кнопка ванная есть, ванная. Ну, там типа, go to the bathroom. Я такой, о, направиться в ванную, нихуя себе. Всё-таки установилось, не зря японский учил 20 минут, короче. Нажимаю кнопку пройти в ванную. И такой, просто захожу, пустая комната. Я вот так вот вокруг посмотрел, ну, чё-то вот так вот взял, мыло понюхал, блядь. Ничем не пахнет, потому что виртуальная реальность. Положил и вышел из ванной. Я думаю, так, блядь. Чё за хуйня? Чё за хуйня полная? Я начал думать, что я установил это расширение, да? Но то, что оно у меня не работает. Я начал Shadow Priest таку жаловаться. Блядь, у меня самое интересное заблокировано. И, сука, это писер замазано, писер заблюрен. Ну, это я до писи потом дошёл. Ой, я извиняюсь, я спойлер вам скинул. Ну, я просто начал жаловаться, потому что у него не сохранение, а это DLC, оно сработало. А у меня не сработало, блядь. Скинь своё видео, я нихуя не понимаю, блядь. Вот, ну я уже был, как вы понимаете, у меня уже злость, злость шла, потому что я не мог вот это вот понять. Значит, я подумал, ну, надо, наверное, надо, наверное, ну, там какие-то сцены, возможно, добавились. Я на расширение же поставил. Надо, наверное, перепройти игру. Я, блядь, перепрошёл игру в третий раз, нахуй. Вот. Всё то же самое до одного момента. Когда она обливается, она делает вот так. И с неё пропадает всё-таки верхняя одежда. Остаётся лифон. И, короче, она говорит, помоги расстегнуть лифон. И там не склейка, а там можно в это время ей помочь. Знаете, как происходят следующие кадры? Можно хвататься за лифон и вот так вот его, ну, вот так пытаться потянуть. Всё, на этом дополнительная сцена закончилась. Но я подумал, может быть, что-то ещё произойдёт. Прошёл, прошёл, нихуя не произошло. Я думаю, ёбаный сыр. Сука, думаю, три тысячи рублей. А на этот момент я уже наиграл в эту игру два часа, пока я разбирался. А за игру можно в стиме вернуть только деньги. Только если ты меньше двух часов наиграл. Я два часа только разбирался, где дрочить вообще, блядь. Значит, самое главное. Там добавилась кнопка, называется... Секси-лессион. Или как? Секси-лессион. Ну, короче, секси-уроки. Я так и думаю, ну всё, блядь. Сейчас секси-уроки будут. Всё нормально, блядь. Всё красиво. Думаю, такое уже так. Посмотрел по сторонам, там вебочка включена. Сейчас я туда нажму, блядь. Нажимаю на эту кнопку. Там, значит, в чём прикол? Лежишь с этой девкой. Она вот так вот планшет тебе показывает. И ты можешь листать планшет. И там разные, ну так, уроки, так сказать. Там разные уроки находятся. И я смотрю, первый урок это поцеловать её в губы. Ну, я думаю, ну я что, блядь, нахуй, я... Не, блядь, дай контента, ёпта, 3000 рублей, дай кон, какой нахуй целовать бабищу? Следующую кнопочку нажимаю. Заблокировано. Я думаю, ёбаный сыр. Следующую кнопку нажимаю. Заблокировано, прям замок нарисован. Прям, прям замок, блядь, просто замок. Думаю, да ебать, блядь. Листаю, листаю, всё заблокировано. Я думаю, я уже заебаный насрал, блядь. Короче, я, ну думаю, ну сейчас надо пройти, наверное, первый урок, поцеловать её. И тогда откроется второй урок. Я прихожу. Она передо мной стоит. Просто последняя миссия открывается в сюжете. Открывается последняя миссия. Я такой думаю, ну, блядь. Она говорит, какой прекрасный поцелуй. И дальше стоит. Я думаю, ну, ёптэ, ну, что может быть... Ну, я ещё раз её поцеловал. Такой думаю, ёптэ, ну, что-то как-то даже неприятно. У меня Соня есть. А я тут какую-то VR-японку целую. Что за хуйня? Ну, даже неприятно, сказал. Она дальше стоит. Я думаю, ёпаный насрал, блядь. Короче, я подумал. Ну, может быть, её надо засосать. Я, короче, вот так вот... Я снял VR-шлем. И вот так на мониторе смотрел. И я как бы VR-шлемом её целовал. Вот так. Ну, я подвинул к её голове. И она такая... Ну, звуки такие. Я думаю, да ёптэ, блядь. Ну, что-то ниху... Ну, убираю. Опять ничего не происходит. Миссия просто не заканчивается. Я подумал, ну, блядь. Ну, на тот момент я уже додумался, как с неё одежду снять. Как бы там в настройке просто появились. Я подумал, может быть, надо её целовать. А в этот момент дрючить её сессиандрусы, сука, тоже не получается. Я, короче, выхожу. Я выхожу из этой игры. Я начал гуглить. Думаю, чё за хуйня, блядь. Я начинаю гуглить. Естественно, вся информация на английском, блядь. Люди жалуются. Люди... Ну, в Стиме там есть форум. Форум по конкретной игре. По каждой. И там чел пишет. Вот, ну, как я. Но он, правда, дольше играл. Он говорит, там пишет. Я целую эту девку уже два часа. И не могу открыть новую миссию. Два часа, чел. Я могу поверить. Потому что у меня тоже мысли думал. Ну, может, блядь, долго её надо целовать. Я уже думал, знаете чё? Взять штатив. На штатив VR повесить. И чтоб, ну, целовать её реально два часа, блядь. Он писал, он жаловался. Говорит, ебать, чё за хуйня. Ему там в комментариях говорят. А, так у вас хуйня, короче. У вас, может быть, забагалось сохранение. Можете скачать моё 100% пройденное сохранение. И тогда можете всё открыть. Я думаю, слава богу. Мана небесная спустилась на меня. В виде 100% сохранения. Дай просто, блядь, посмотреть, за что я отдал 3000 рублей. Открываю этот гугл диск. Данный файл не обнаружен на гугл диске. Я думаю, ёбаный, блядь, заебало уже, блядь. Думаю, ну это аж пиздец, блядь, какой-то. Дальше читаю. Чел пишет. Раньше в этой игре всё было сразу открыто. А сейчас не открыто. За что я заплатил свои деньги? Я целую её уже час. И ничего не происходит. Я вижу, люди соглашаются, пишут плюсы, говорят, мы тоже её по часу целуем. И нихуя не происходит. Это вот, знаете, иногда, я не помню, в GTA у меня была миссия, в GTA Vice City Stories на PSP. Там, где надо было что-то с фотоаппаратом сделать. И я не понимал, я вроде фотографировал там, и ничего не происходило, блядь. Вот то же самое абсолютно. Какая-то хуйня постоянно. Все пишут, блядь, у меня не работает. И тут я замечаю один комментарий. Он говорит, вам надо её поцеловать два раза. А потом нажать, открыть меню и нажать кнопку выход. Ту кнопку выход, которая справа находится, а не которая слева. А там слева и справа кнопка выход есть. Я захожу в игру, поцеловал её два раза. Нажимаю кнопку выход. У меня открылась, блядь, следующая миссия. Я думаю, ёбаный сыр. Вот это, это два часа моих страданий? Нажать кнопку выход справа, блядь? Самое главное то, что этот лайфхак работает только с этой миссией. Следующая миссия, там уже посложнее. Следующая миссия, это дёргать бубис. Ну там push into the limits, я её быстро прошёл, эту миссию. Следующая миссия, как вам сказать? Ну, авиасимулятор. Вот, авиасимулятор. Следующая миссия. Ну там есть, типа, рычаг, и надо лететь в самолёте. Вот. И там, короче, ну можно, ну, своим рычагом управлять. Или второго пилота попросить. Вот. Чтобы второй пилот поуправлял. Блядь, и тут я опять остановился. Я опять застрял. Вы не представляете, короче. Это просто пиздец. Я, блядь, беру свой рычаг. Вот. Ну, и пытаюсь управлять самолётом. А у меня постоянно приземление. Вот, ну, я только дотрагиваюсь. У меня приземление хуярит. Ну, выброс топлива идёт, блядь. Ну, я просто выбрасываю топливо лишнее, знаете, из самолётов. Когда самолёту надо приземлиться, он слишком тяжёлый. У меня хуярит этот выброс топлива, блядь. Я пытаюсь, ну, я думаю, надо же рулить самолётом. Хоть, ну, что-то делать, блядь. Куда-то его направлять. Он меня ебашит. Просто хуярит выброс топлива, нахуй. Думаю, что за пиздец. Что сделать? Что сделать? Оказывается, на те же самые кнопки, на которые ходить, на эти же кнопки, это выбирать действие. И этим действием я выбрал, короче, второго пилота. Второй пилот приземлил, блядь, самолёт. Я думаю, ёбану насрал, но это же, блядь, это просто пиздец. Следующая, там, короче, миссии всякие. Я в итоге закончил на одной миссии. Я, блядь, с третьего раза... Я не понял, блядь. Короче, миссия. Едешь на поезде, едешь на поезде, и в туннель заезжаешь, блядь. Вот, ну, знаете, тоже там в GTA, ну, подобные игры вообще везде есть. Вот, или, ну, вот, бежишь, как его... Ну, Subway Surfers. Subway Surfers по метро бежишь от этого, от охранника. И надо в туннель забежать вместе с вагоном. Я думаю, ёбаный, блядь, что я... Я, короче, три раза эту миссию проходил. Я думал, что я делаю не так, блядь. Я сначала высадил всех пассажиров из поезда. Ну, вообще всех высадил, блядь. Ну, сколько можно было высадить пассажиров из поезда? Я всех высадил. Блядь, нет нахуй. Я въехал в эту пещеру, блядь. Ничего не... Нихуя не произошло. Потом я... Как... Высадил всех пассажиров из этой пещеры, короче. Тоже нихуя не произошло. И знаете, что самое главное? Вот это вот начинается, да? Ну, ты в машине поезда сидишь, вот как надо в машине поезда сидеть. Но, поскольку кнопки управления процессом управления поезда и самолета точно такие же, как кнопки передвижения, то я начинаю вот здесь. И телепортируюсь, и камерой в конце я уже вот здесь нахожусь. Там все происходит, но камерой я нахожусь вот тут. Потому что кнопки управления процессом и кнопки передвижения одни и те же, блядь. Короче, в какой-то момент я заебался. Там появилась миссия. Я уже после этого уже... Я как бы заебался в прямом и в переносном смысле. Я реально заебался конкретно. Следующая открылась миссия. Этот... Там по сюжету в этой игре. Оно это в РП сервере. У тебя... Этот... Кошка. Вот. И кошку надо помыть. Я думаю, ну ёпта. Ну наконец-то что-то интересное. Там хотя бы какая-то свобода действий будет. Господи, блядь. Сидит, моет жопу эта кошка. Ну вылизывается там сама. Я думаю, ну что, ну... Блядь, ну пытаюсь. Ну это, ну так в реальности кошку не моют, конечно. Я, ну я VR показываю вам, да? Ну, ебашу эту кошку, блядь, думаю. Что за хуйня? Ну вот мыло лежит, блядь. На, помойся мылом. Нихуя не работает. Я думаю, ну может быть, всё, миссия закончена. Ну, нажимаю выход. Она говорит... Кошка мне говорит. Ебать, блядь, больше не прикасайся ко мне, нахуй. Я думаю, да, блядь, что я сделал не так? Объясните. Сука, 3000 рублей. Почему не может быть? Всё сразу открыто, блядь. Почему нахуй? У меня в соседней комнате нахуй бесплатно, ежедневно. Я тут 3000 рублей. Дай, дай контента нахуй. Ну и, короче, я просто охуел. Это просто пиздец, блядь. А у Shadow Priestaka он 2 года назад играл. У него всё было сразу открыто. Вот. No push into the limits. Я снял видео. Надо было вам на телеграм быть подписанным. Я оттуда удалил. Вот. No push into the limits. Кому надо, тот скачал, короче. Короче, хуйня это игра, но нормально. Я её... Ну, можно сказать, прошёл. Всё. Спасибо. Спасибо за внимание. Внимание, внимание. Спасибо за внимание. Аааа... Субтитры создавал DimaTorzok